Здравствуйте на телеканале ТУВА24 новости и сегодня с вами я Александр Филатенко. Берешь кредит, а к нему банк навязывает пакет по сути ненужных услуг, страховки, консультации и прочее. Ситуация для всех знакомая, а в итоге сумма кредита увеличивается. Специалисты информируют заемщиков о том, что с 30 декабря от дополнительных услуг можно отказаться. Тему продолжит наш корреспондент. Поправки в закон о потребительском кредите вступят в силу с 30 декабря. Таким образом, от любой дополнительной услуги, проданной при оформлении займа, можно будет отказаться. Например, от юридических, медицинских услуг, консультирования, телемедицины и других. Заявление о расторжении необходимо подать в организацию, где вы оформляли договор в течение 14 дней с момента его подписания. Специалисты советуют быть внимательны при подписании кредитного договора, чтобы спецпредложения не появились в договоре без вашего ведома. Также важно знать, что на договоры, заключенный с 1 июля этого года, распространяется закон о взаимодействии с должниками, чтобы контактировать с членами семьи должника, родственниками, соседями или коллегами. Микрофинансовые организации, в том числе банки, должны получать от них письменное согласие на такое взаимодействие и согласие на обработку персональных данных. Без этого звонки, рассылки, любые контакты будут незаконными. Информацию о своем долге можно узнать на официальном сайте службы судебных приставов по сервису «Банк данных исполнительных производств». Также работает информационно-справочный центр. Ежедневный прием граждан введен в целью оказания дополнительной помощи для решения вопросов, по которым обращаются граждане. Стороны исполнительного производства могут лично обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по адресу город Кызыл, улица Складская, 1А, и получить помощь по следующим вопросам. Это могут быть жалобы на действие или бездействие судебных приставов, нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, взыскание денежных средств, арест счетов, запись на прием, оплата долга, арест в отношении имущества, получение информации о наличии или остатка долга, получение справок об отсутствии задолженностей. Известно, что в микрофинансовых организациях запредельно высокие процентные ставки, но нужно помнить, что есть и ограничения. Есть несколько ограничений. Действуют ограничения ежедневной процентной ставки не более 1% в день или 365% годовых. Это касается договоров сроком до 1 года. Другая мера – это ограничение задолженности по микрокредитам. Для займов, оформленных после 1 января 2020 года, проценты, неустойки и другие начисления не могут превышать сумму основного долга не более чем в полтора раза. Если у вас возникли финансовые трудности, то надо поговорить с представителем микрофинансовой организации, которая может дать отсрочку или пересчитает суммы взносов. Если же вы не можете разобраться в каком-то финансовом продукте или же сомневаетесь в законности действий финансовой компании, можно написать в чат мобильного приложения «Центральный банк онлайн». Дети, которые находятся на лечении в больнице, не остались без праздника. Деды Морозы, подарки и немного волшебства – рецепт праздничного настроения, которое совместно создали агентство по делам молодёжи и сотрудники Росгвардии. Подробности в сюжете далее. Дед Мороз спустился с крыши и поздравил детишек из окна второго и третьего этажей. В условиях пандемии поздравления стали креативными. Подарить чудо пациентам и медработникам особенно нужно, ведь кто-то встретит Новый год в стенах больницы. По разрешению родителей и врачей Дед Мороз поздравил детишек и внутри больницы. Родители, как и их дети, впервые увидели Деда Мороза, спустившегося с крыши. Молодец, давайте всем поаплодируем. Молодец, Таяна. Особая благодарность организаторам, которые нам сегодня поздравили. Дед Мороз, благодарим за такой сюрприз ребятишкам. И также с Новым годом поздравляем наш медперсонал и врачам. Тоже большая благодарность, что наших детей поставили на ноги. Мы так сильно болели. И поздравляем с Новым годом. Желаем всем здоровья. Наступает Новый год. В больнице лезет мамы, врачам, сестра и заведующие отделения. Региональное агентство по делам молодежи иницировало данную акцию и объединило всех желающих подарить чудо. Акция продолжится и во время новогодних каникул, и не только в Кызыле. Такое поздравление для наших детей это было впервые. Они были удивлены, поражены. У нас это многопрофильные специализированные больницы. В том числе здесь находятся дети, находящие на определенных столах. То есть по состоянию здоровья некоторые пациенты не могут употреблять те или иные продукты. Потому что они находятся на специальных детях. От имени Республиканской детской больницы выражаем огромную благодарность за предоставленные сладкие подарки нашим пациентам, которые находятся в Республиканской детской больнице, организации Народного фронта, агентству по делам молодежи и Росбардии. Общественные организации и предприниматели также внесли свой вклад в благое дело. Сладкие подарки, фрукты и конфеты передали в пищеблок детской больницы. Мы в этом году впервые постарались поздравить детей. Именно с учетом сегодняшней ситуации, без контакта постарались поздравить детей. Но по желанию родителей Дед Мороза впустили. И по согласованию с врачами организовали данное мероприятие. Нам в этом очень хорошо помогли сотрудники Росгвардии, активисты молодежки ОНФ и наши спонсоры, которые оказали сладкие подарки для детей. В будущем планируем такое мероприятие. Запланировали на новогодние выходные еще пару таких мероприятий. И в том числе и в городе Агдуурак, совместно с администрацией города Агдуурака, молодежь будет поздравлять пожилых людей и детей, которые находятся в больницах, в многоквартирных домах. Бойцы Росгвардии готовы поздравлять детей любыми возможными способами, чтобы подарить им волшебство. Но о безопасности мы все-таки спросили. Все меры безопасности на сегодня были соблюдены. Это были высоко квалифицированные сотрудники специального отряда быстрого реагирования, которые не раз подтверждали свою квалификацию. Поэтому спуститься сегодня со здания больницы им не составило труда. Все было отработано наиболее техничным образом. По поступившим заявкам мы будем отрабатывать максимально. Все дети, которым требуется вера, поверить в чудо действительно, мы готовы оказать любое содействие. В эти дни у нас в Росгвардии действует акция «Добрые дела с Росгвардией», которая охватывает всю страну. А в Туве она охватила уже порядка 300 ребятишек. И на призыв поздравить детей Республиканской детской больницы мы откликнулись с радостью. На данный момент мы уже успели поздравить наши подшефные учреждения, детей погибших сотрудников и ветеранов всех подразделений. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Айдана Холыч, Айхан Дунгак, Миран Эргит, Тува, 24. Еще одно желание ребенка исполнено. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» набирает популярности в нашей республике. Буян Ланга из села Ильинка за своим подарком, смартфоном, сегодня приехать не смог. Вместо него подарок забирают родители. В семье Ланга семь детей. Мама 16-летнего Буяна, Чайгана Ланга, поделилась, что по состоянию здоровья сын учится в восьмом классе. Мечтал о смартфоне, чтобы учиться и познавать мир. Его желание исполнил министр цифрового развития Аяс Бартан. Уважаемая Чайгана Калтуковна, прошу передать наши поздравления Буяну и пожелать ему всего хорошего в Новом году и дарим небольшие такие подарки. Первый – это наш первый инженер, то есть книга «Путь инженера», это у нас очень хорошо, он распускает, прочитает, кто создавал нашу республику, строит. Пожалуйста. Спасибо. И вторая книга – это «Телегене, Телегене, Толчула, Тавадо, Пасхал», то есть не забыл о своем родном английском языке, и чтобы читал тоже в учебномах мира. И, конечно же, то, что мы обещали, смартфон читал полезные страницы, и очень полезные есть YouTube-каналы, в которых можно даже выучить язык и физику, чтобы он по этому смартфону обучался только на получивших ресурсах, которые ему пригодятся в будущем. Пожалуйста, смартфон – это была велосипеда. И, естественно, с диким от нашей ресурсии тоже не получил подарок. Нам сказали из администрации, пришли, сказали, что это елка желаний ребятишкам или инвалидам. Потом я согласилась, пошла через сайт, заполнили заявление, отправили, ждали ответа. Ну, очень радостно было сыну, и он так радуется, что я сегодня тоже сюда приехала, чтобы получить его желание – смартфон. Хочу поблагодарить министра Аяса Олеговича, что нам ребятишкам такие подарки в Новом году дарят ребятишкам радость и счастье. Всем родителям, которые тоже получают от министерства такие подарки, я им тоже желаю, чтобы они были тоже такими радостными, хорошими, счастливыми, встретить этот Новый год тигра. Мы напоминаем, что участвуют в акции «Елка желаний» дети и пожилые люди от 60 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семье с доходами ниже прожиточного минимума. Исполнить желание ребенка или пожилого человека может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт «Елка желаний.РФ». В Кызыле начались работы по сносу дома номер 26 по улице Кочетова. По информации столичной мэрии, собственникам 8 аварийных квартир предоставлены новые жилые помещения в многоквартирных домах по улице Упсунурская. В региональную госавтоинспекцию продолжают поступать жалобы от бывших автовладельцев, что к ним продолжают поступать штрафы за различные нарушения ПДД, зафиксированные на камеры. Между тем, косвенная вина есть и на самих заявителях. Инспекторы Центра автоматической фиксации административных правонарушений информируют, что к ним ежедневно поступают сотни снимков и видеонарушений ПДД, по которым им приходится выписывать административные протоколы. Зачастую их обжалуют, якобы владельцы автомашин давно их продали и штрафы недействительны. А новые же автовладельцы не всегда спешат зарегистрировать на себя купленный у другого человека автомобиль. По закону, прежний владелец автомобиля должен по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД и проверить, перерегистрировал ли новый собственник машину на себя. В противном случае есть риск регулярно оплачивать чужие штрафы и транспортный налог, либо писать заявление о розыске транспортного средства. А также на данном авто могут совершаться преступления. А вот бывшим автовладельцам, чтобы снять с учета автомашину, даже нет необходимости выходить из дома. Достаточно через госуслугу подать заявление о снятии с регистрации автомашины и приложить отсканированную копию договора купли-продажи к электронному обращению. Поэтому при составлении договора обязательно оформлять его в двух или трех экземплярах. Один остается продавцу, а два – покупателю. Если гражданин продал транспортное средство и прошло более 10 дней, он может через портал госуслуг подать заявку на прекращение регистрации в связи с продажей. При этом необходимо отсканировать и загрузить на данный портал договор купли-продажи. И тогда услуга будет предоставлена в автоматическом режиме, без посещения МРЭО ГИБДД. Основной причиной, что люди не могут записаться, это либо неграмотность граждан, либо нежелание. Так как у всех граждан имеются смартфоны, имеется доступ в IT-портал госуслуг, либо загрузить приложение портала госуслуг. Спустя 10 суток после заключения сделки, продавцу нужно зайти на сайт гибдд.рф в раздел «Проверка автомобиля». Там можно получить информацию о машине. Для этого необходимо ввести данные СТС. Однако можно сделать это и онлайн, подав заявление через портал госуслуг. Некоторые автовладельцы годами не регистрируют на себя ТС, постоянно переписывают договоры купли-продажи, чтобы не платить штрафы и налоги. Инна Клоян Буяна Юн, Кузал Сараксырен, ТУА-24. В 2021 год для нашей республики стал самым результативным как для обеспечения жизнедеятельности многих сфер, так и для развития спорта и популяризации здорового образа жизни. Лыжная станция «Тайга» преображается. Этой осенью Россети Сибирь провели освещение на лыжную дорожку. А сегодня электроосвещение установлено к склонам, по которым будут спускаться сноубордисты и лыжники, рассказывает наш корреспондент. Реализация горнолыжного туристического комплекса «Станция Тайга» всесезонного режима работы идет полным ходом. Проект был инициирован главой республики Владиславом Ховалыгом. Для начала Россети Сибирь провели свет на излюбленное место жителей Тувы – лыжную трассу протяженностью более двух километров в большой круг и малый круг протяженностью более одного километра. Также расчистили от деревьев горную трассу с уклонным в 18,7%, где работники Россети Сибирь проводят освещение. То есть сделали мастер-план полностью, да, то, что с перспективы развития этого курорта. Он стоит и в трех частях. Вот здесь мы стоим, это горнолыжная часть. Потом лыжная часть по правую сторону, там, где сейчас лыжня есть. И туристическая зона – это где у нас природный парк, где домики, где это традиционно была «Станция Тайга». То есть вот три таких зоны, они причем рядом находятся. Обычно редко в России, чтобы все такие три зоны были одновременно, они разные. Создание туристического комплекса «Тайга» началось с середины августа 2021 года. За все это время это уже третий совместный выезд с представителями правительства республики, Федерации лыжного спорта Тувы, а также Министерства культуры и туризма Республики Тува. Проект инициирован главой республики Тува. Реализаторами и основными распорядителями бюджетных средств является Министерство культуры и туризма. Слава Богу, что за такое, столь долгое время на туризм начали выделяться финансовые средства. В этом нам помогают и спонсоры республики, которые ведут инвестиционные проекты на территории. Создан фонд развития. Также было принято решение о финансировании, дополнительном финансировании из средств индивидуальной программы социально-экономического развития республики. В целом, для того, чтобы этот проект реализовался, министерством проделана огромная работа. Мы приглашали уже с августа по ноябрь месяц, приезжали несколько экспертов именно по горно-лыжной части. Они как раз и провели оценку возможностей нашего склона, полностью посмотрели, какую категорию нам можно присвоить, какие зоны отдыха для наших горожан, для наших детей. Один из приглашенных экспертов – Денис Евлахов, инструктор горного курорта развлечений города Сочи «Красная поляна». Денис – опытный инструктор, повидал немало туристических и профессиональных склонов. Склоны очень хорошие, как для новичков, так и для тех, кто уже умеет кататься. Тоже пойдет после работы приехать, покататься. Очень хорошо подготовлены будут трассы, уклон хороший. На строительство огромной базы отдыха предусмотрены немалые средства. Тут задействовано правительство республики, Федерация лыжного спорта, Министерство культуры и туризма, Министерство дорожно-транспортного комплекса республики, а также будут привлекать инвесторов. А некоторые крупные организации пожертвовали свои средства на строительство горно-лыжной базы отдыха безвозмездно. «Этот год объявлен правительством. Год народных инициатив. Нам поступило письмо поддержки этого проекта. Поэтому для финансирования проектов народных мы выделили 30 миллионов рублей. Это не последние деньги, которые мы выделяем. Мы уже на протяжении всех лет, которые здесь в Туе работаем, постоянно осуществляем такие взаимодействия как с социальными объектами, так и вкладываем в проекты другие». Сегодня на станции устанавливают подъемник для тюбинг-парка, где желающие кататься на плюшках могут подняться очень высоко, а потом с ветерком скатиться за склона. Это очень удобно как для детей, так и для взрослых, которые еще не освоили лыжи или сноуборд. «Ниже нас находится, вот там дальше, это так называемый зеленый склон. То есть он в будущем будет, это учебный склон для там, где будут учить сноубордистов горнолыжников, то есть кататься. То есть вот эту часть мы открываем сейчас. Соответственно, мы успели построить, вот видите, домик вон проката. Там надо будет находиться, где можно переодеться. Кстати, это больше, чем даже на Эргаках. Размер именно оказался прокат, основа бордов, плюшек. Их тоже закупили уже. Небольшое кафе успеем организовать. Гараж, видите, это аэротракт, который готовит лыжную, горнолыжную часть трассы. Сделали большую стоянку, то есть очень большую, больше, чем на Эргаках. Освещение полностью здесь есть. То есть вот эта часть, которая будет готова уже сейчас, к началу январских каникул. Три зоны отдыха. Пешая лыжная трасса-склон, который подойдет как для начинающих, так для и умелых спортсменов. Шашлычная зона будет находиться на базовой станции. В скором будущем жителям Тувы не придется ездить в отдаленные и дорогие базы отдыха. Ведь всего полчаса и вы в окружении тайги, чистого воздуха и приятной теплой погоды. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. До встречи в следующем эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин